Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Запись делается для библейского портала экзегет. Мы читаем книгу Исаии, 49 глава. Начинается эта глава песню «Раба Господня». Это вторая песня. Первая уже прозвучала, будут еще две, всего четыре. Вторая песня «Раба Господня» составляет начало 49 главы книги Исаии. Как и с первой песнью, не совсем понятно, кто этот раб Господень. Пророк, живущий среди своего народа в плену в Вавилонском, ученик Исаии. Сам израильский народ, остаток израильского народа. Мессия, Мащеех, Помазанник. Может быть, все три вот этих вот значения, все три истолкования имеют место и должны присутствовать в нашем комментарии. Но по контексту этих стихов, по общему контексту, скорее, выходит, что речь идет здесь обо всем народе израильском. Не только о пророке. Хотя дальше, вот за пределами этой песни, второй, кое-какие стихи скорее относятся к личности пророка. «Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, называл имя мое». Вот эта метафора рождения народа, от чрева матерней, от утробы матери. «И Господь называет имя его. Знает. Называть имя – это значит знать. И значит иметь власть над человеком. Тот, кто нарекает имя кому-то, он имеет над ним власть. Не случайно было сказано Иосифу, чтобы он нарек имя родившемуся младенцу Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Иосифу и Марии так было сказано, да? Почему они должны были наречь это имя? Потому что над ним, над Иисусом, власть Божия была с самого начала от чрева матери. Господь нарекает имя в данном случае. Вот кому Господь лично нарекал имя – Яков, был назван он Яковом, запинателем, а потом был переименован в Израиле, родоначальник еврейского народа. Сам Господь дает это имя, значит, он имеет особое божественное предназначение, этот человек. И вот особое предназначение народа, избранного народа Божьего, народа, происходящего от Иакова, от Израиля, от этого самого патриарха израильского народа. Он был с Богом от чрева матери. Ну, вспоминается также книга пророка Иеремии, где пророк от чрева матери был посвящен пророке. Книга Иеремии, первая глава, где говорится о призвании пророка, юного человека Иеремии, чтобы он принял пророческое служение, исполнил божественную волю, провозглашал его слово. Вот там Господь говорит Иеремии, что от чрева матери твоей я призвал тебя к этому пророческому служению. Может быть, здесь тоже говорится о пророке, а не обо всем народе. Я думаю, что и о пророке, и обо всем народе, и о Мессии. Все три значения уместны. И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою и застреною. В колчане своем хранил меня. Это образ охоты или, может быть, войны. И уподобляется здесь раб Господень стреле, который хранится у Бога, хранится в Божьем колчане. Уста мои, как острый меч, опять же, уста пророка, как острый меч, который поражают, вспомним опять Иеремию, он разрушать, поражать, искоренять, да, послан был. Это слово божественное, оно производит действие разрушительное часто, несозидательное. И пророки провозглашают божественное наказание, которое наступит, меч, враги придут, и будет разрушение. Но вот дальше говорится о народе, а не о пророке. Третий стих. «И сказал мне, ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Вроде бы в первых двух стихах похоже, что речь идет о пророке. А в третьем стихе вдруг говорится обо всем народе. И пророк — это часть народа, и он неотделим от народа. И народ без пророков — это не народ, поскольку израильский народ — это народ-пророк. Это народ пророков. И сам пророк — весь народ. Пророчествует всей своей жизнью о будущем человечества. Первенец Божий, а за ним все другие народы. И в этом смысле Израиль не только словом, но и делом является живым пророчеством израильский народ. Израиль здесь назван рабом Господним, то есть тем, кто принадлежит Богу, является собственностью Божьей и ближайшим к Богу лицом. Раб — это раб Господень, а это самый близкий ко Господу кто-то. Вот здесь этим рабом Господень назван израильский народ. «Ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Имя Божье часто хулилось среди народов из-за грехов Израиля. А вот теперь его имя будет прославляться среди других народов. «И я сказал, напрасно я трудился, ни на что вообще истощал силу свою. Но мое право у Господа и награда моя у Бога моего». «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». Вот здесь мы видим, что раб Господень и, с одной стороны, Иаков, то есть Израиль, с другой стороны, это разные объекты. Но субъект здесь, тот, кто называет себя в первом лице, ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева матери, он отделяется от объекта, от Иакова, от Израиля. Хотя выше было сказано, что Израиль — это раб. Здесь получается, в пятом стихе, пророк — это раб. Я думаю, что то Израиль, то пророк являются здесь рабом Господнем в этом отрывке, в этих первых стихах 49-й главы. Поэтому их нужно читать вместе, не усматривать здесь противоречия. Это поэзия, библейская поэзия, высокая поэзия библейского поэта, пророка, пророческая поэзия. Поэтому в поэзии такое допускается, что часто происходит вот эта смена лиц, смена субъектов, смена объектов и так далее. «Почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». Сила действительно в Боге, это понимает пророк, и это должен понимать Израиль. «И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Вот здесь пророк, вроде бы в начале 6 стиха, является рабом Господним. А потом говорится о свете народам, чтобы спасение Божие простерлось до концов земли, то есть распространилось на все народы и племена. Понятно, Исайю называют ветхозаветным евангелистом, и его весть, его книга очень популярны среди христиан из всех народов. Но здесь, вторая половина шестого стиха, похоже, что речь идет еще и о вот этих самых остатках Израиля, об израильском народе. Израильский народ становится светом для народов. Эта тема часто присутствует у пророков. В той же самой книге Исаии или у малых пророков, у некоторых, говорится о том, что Израиль будет светом для языческих народов. Светом. Что будет? Вера Израиля, его верность Божьему призванию, его миссия. То есть Израиль избран Богом и отделен от всех народов. Народ, живущий особо, отделенный, не числящийся среди других народов, как говорит в своем пророчестве Биль-Ам, Валаам, книга чисел. И вот для чего это нужно было, избрание, отделение? Для спасения всего мира. Господь, если кого-то выбирает и отделяет, то для спасения не только и не столько этого отделенного и выделенного, избранного, сколько для общего благословения всех. Как сказано было Аврааму, «В семени твоем, то есть в твоих потомках, благословятся все племена земные, все земные народы благословятся через веру Авраама. Все верующие судь дети Авраама», — скажет новозаветный автор. Вот и здесь тоже и народ, и пророк, живущий в этом народе, и все другие пророки, вообще весь израильский народ, являются светом для всех народов. Для чего? Чтобы спасение распространилось, простерлось, как здесь сказано, до концов земли, до самых дальних ее пределов. Некоторые здесь этим шестым стихом, комментаторы заканчивают вторую песнь Господню. Некоторые считают, что седьмой стих также является составной частью этой песни. «Так говорит Господь, искупитель Израиля, Гоэль, святой его». Вновь повторяются эти вот титулы божественные. Гоэль, искупитель, искупающий из плена раба, святой Кадош, 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 Адунайт, Савод. Кому это говорит? «Так говорит Господь, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов». Израильский народ был поносим всеми в рабстве, был рабом у властелинов вавилонских. «Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя». Поклонятся, встанут пред Богом Израилевым, увидя великую силу божественного слова, божественного дела, когда увидят народ израильский, освобожденным от рабства святым народом царей и священников. Но здесь уже содержится намек и на грядущего Мессию, грядущего помазанника Господня, Мащеха, пред которым все князья и все цари земли, все правители преклонятся, преклонятся, поклонятся ради святого Израилева, который его избрал, который, как сказано, держит его за правую руку. Мессианское истолкование 7 стиха в древней, и израильской, и христианской экзегезе имеется. «Так говорит Господь, во время благоприятного я услышал Тебя, в день спасения помог Тебе, и я буду охранять Тебя и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные». Вновь, не вновь, а продолжается мессианская тема, и некоторые считают, что 8-9 стихи – это тоже продолжение второй песни, песни «Раба Господня». Правда, здесь прямая речь не «Раба Господня», часто вообще в этой песне, а то прямая речь раба, то прямая речь самого Господа Бога. «Во время благоприятное». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения будет сказано в Новом Завете. И вот эта мессианская эра, мессианская эпоха, эскатологическое царство, провозглашается, объявляется с приходом царя Мессии. Об этом будет повествовать Новый Завет. А пророк, пророк Исаия предвозвещает не только возвращение остатков иудейского народа из Вавилонского плена, но и наступление той новой мессианской эры, которая ожидает все народы земли, когда спасение Божье, 6 стих, будет простираться до концов земли. Это спасение через израильский народ для всех народов земли и через Мессию, который родится в недрах этого израильского народа. Господь Иисус. «Наследие опустошенное». Девятый стих. «Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пожить и их». Вот эта мессианская тема, представленная впоследствии в Новом Завете, в книге Исаии часто она, эта тема повторяется, варьируется. «Господь Освободитель». Он Искупитель, и Он именно Освободитель, который пришел отпустить узников на свободу. В синагоге Иисус возьмет книгу Исаии, правда, прочтет другой отрывок, параллельный этому, но тоже из второго раздела книги Исаии, из второго Исаии, прочтет. Из книги пророка Исаии о том, что наступили мессианские времена, что узники отпускаются на свободу, и глаза всех, скажет Евангелист Лука, в синагоге были устремлены на Него. Вот Он, Мессия, вот оно наступает. Исполнение этих мессианских пророчеств, содержащихся в книге Исаии. «Не будут терпеть голоды и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет везти их и приведет их к источникам вод». Святая земля Израиля наполнена водами. В северной части очень богатая роса, буквально струйками она может ночью стекать, летней ночью по крышам домов. С этих крыш может стекать струйками. Очень много росы, без которой невозможен был бы урожай. Есть реки, есть Галилейское озеро, есть много хорошей пресной воды. И дожди Господь дает обильно этой земле, хотя иногда случаются и засухи. Но здесь вода в этом пророчестве имеет скорее метафорическое значение. Источники вод — это божественное благоволение, это жизнь по заповедям Божьим, это учение Господне, священное Божье Тора. Это все является источником вод в Священном Писании. Дерево, посаженное у источников вод. Вспомним первый Псалом. Так человек, живущий по заповедям Божьим, о законе Господнем размышляющий день и ночь, он сам уподобляется зеленеющему дереву, растущему у потоков вод. А божественный закон, божественная Тора — это и есть источники водные. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Путь, по которому пройдут израильтяне, будет легким для них. Будет много воды, не будет препятствий в виде гор и опасных ущелий. Уравняет Господь путь для возвращающегося из Вавилонского плена своего народа. И для спасения всех народов в мессианскую, скатологическую эпоху, когда откроется Царство Божие для всех народов, придет во всей своей славе и силе. Это дорога, это возвращение, это собирание всего человечества, всех людей на Сион, откуда, как говорит 2 глава Исаии и параллельное место у Михея, стекутся народы, откуда выйдет Тора Господня. Вот этот путь тоже будет легким и прямым. Кто на кораблях, кто на воздушных судах. Но все стекутся, все сойдутся, чтобы принять божественное учение. Это уже начало происходить. В день Святой Пятидесятницы, как мы читаем во второй главе книги Деяний апостольских, были там из всех народов представители. И услышали апостольскую проповедь и стали христианами. То есть началось предосуществление, что ли, проповедь вот той грядущей мессианской эры, которой мы все ждем и о которой молимся будущего Царства Божьего, ожидая. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли синим. Что это за земля синим? Ну, речь это о спасенных. Из всех народов придут они, не только из израильского народа, не только рассеянные израильтяне соберутся в земле, которая была им обетована, но и все народы придут к божественному учению, к источникам вод, придут и будут исполнять Божью волю, научатся ходить путями Господними, как сказано у Михея. Вот все они как один соберутся, придут, и здесь сказано в 12 стихе, что от севера море, то есть со всех концов земли, с дальних островов от моря, на кораблях, видимо, придут. А что такое земля синим? Некоторые говорят, что это Южный Египет, некоторые комментаторы. Синим. Отождествляют с Элефантиной. Там была колония иудейская издревле с вавилонских времен. Элефантина, Южный Египет, Нил. Там поселения были еврейские. А некоторые как-то иначе локализуют, отождествляют этот Синим с другими регионами. И можно встретить даже такие предположения в научной литературе, что речь идет о первом в ближневосточной литературе упоминании Китая. Син, Синим. Некоторые считают, что здесь следует понимать под этим названием Китай. И таким образом, тогда это будет первое вообще в ближневосточных книгах, Библия возникла на Ближнем Востоке, упоминание о Китае. Знали ли древние евреи о Китае? Вполне могли знать и об Индии, и о Китае. Потому что мореплаватели были в то время, и купцы могли сообщать об этих землях. Земли Синим. Южный Египет, Элефантино или Китай, как бы там ни было, от самых дальних пределов возвратятся израильтяне в свою обетованную землю в эсхатологические времена. И все народы, то есть и китайцы тоже, в том числе, придут, чтобы исполнять божественную волю. Сегодня китайцев полтора миллиарда, по некоторым подсчетам. Единицы из них знают божественное учение, являются верующими в истинного Бога. Но когда-то наступят такие времена, когда вся китайская земля, весь Синим, будут рабами Господнями, как и все другие народы, впрочем. Все народы. Не будет больше идолопоклонников, не будет никаких религий, никакой толерантности, а будет поклонение единому истинному Богу, единодушное, добровольное и всеобщее. Тринадцатый стих. Призыв к небесам, к земле, ко всему божественному творению звучит. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Небеса одушевляются в поэтической речи пророка. Земля сама, то есть вся природа, она ликует от радости, потому что рада она за народ Божий, за народ израильский, который возвращается из вавилонского плена. «Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Сион, гора Господня, гора Иерусалимская. Здесь так метанимически назван иудейский народ. Говорили они в плену, да, Господь отправил нас в плен, проходит десятилетие за десятилетием, и Господь нас, потомков, пленников, не возвращает обратно в обетованную нам землю. Но Господь, хотя и медлил исполнить свои обетования, хотя и медлил возвратить свой народ из изгнания, но наступило время, время благоприятное, как сказано было выше, и свершилось вот это новое божественное действие в истории, столь же великое, как и исход из Египта, такое же великое вот и возвращение вавилонских пленников, пленников Сиона. Напрасно же они говорили, что Господь их забыл, потому что, 15 стих, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя». Я не забуду тебя. Вот эти сомнения израильтян в избавлении, они напрасны. Бывает, к сожалению, случается в человеческом обществе, что даже матери оставляют своих детей, выбрасывают их, отказываются от них, но Господь не выбросит Израиля, не откажется. Здесь метафора отеческой любви. Бог любит свой народ, как отец любит. Даже не отец, а мать. Мать любит своего ребенка. Такая материнская метафора для изображения взаимоотношений Бога с израильским народом. Много метафор для этого есть в Священном Писании. Отец и сыновья из Египта вызвал я сына моего, по переводу 70 сыновей. Книга Осии, да? Это жених и невеста, муж и жена, вот мать и ребенок, да? Мать и дитя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Здесь выше речь шла о Сионе, имеется в виду Сион, Иерусалим. И вот стены Сиона, стены Иерусалима, разрушенные стены, они всегда пред очами Господнями. И на самих дланях начертан этот город, святой город, город, в котором совершается спасение не только израильского народа, но всех народов земли. Сыновья твои поспешат, и разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Чада этого избранного народа, они поспешат, переводчик добавил, к тебе, хотя в тексте еврейском этого нет, куда они поспешат? Может быть, поспешат прочь изгнания к своим родным землям. И разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Те, кто разоряли, опустошали, навсегда сгинут, их больше не будет. Разорители и опустошители. Возведи очи твои, посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты обличешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Здесь речь идет не о разорителях и опустошителях, конечно же, а о сыновьях. Вот израильский народ, персонифицированный здесь в образе невесты, в образе женщины, он своими сыновьями украшается, словно каким-то убранством, какими-то украшениями. Нельзя здесь искать логики последовательности, образ сменяется другим образом, и так всегда часто бывает в поэзии, язык книги Исаии, особенно второго раздела, он очень поэтичный. И это поэзия, по форме поэзия. И здесь поэтически образ переходит в образ, перетекает, один образ сменяется другим. Ибо развалены твои пустыни, твои и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удаляются. От тебя. Совершится то, что должно было совершиться раньше. Если бы Израиль всегда был верен божественным заповедям, как говорилось выше в предыдущей главе, то давно-давно бы его численность была совсем не такой, какой она стала в Вавилоне во время плена. Лишь остаток, словно росток из пня. Остаток лишь спасся из всего народа. Так вот здесь, в эсхатологические, в будущие времена, начало которым, говорит пророк, полагается вот этим самым исходом, вторым исходом, то есть возвращением израильтян из иудеев, из плена Вавилонского, исполнится то, что должно было исполниться раньше. Но замедлилось из-за грехов Израиля. А вот теперь и развалены, и пустыни, все будет заселено, и эти все пределы будут тесны для жителей. Земля, святая земля, не такая обширная, но вот в Священном Писании всегда считается, что когда она населена, и населена довольно густо, это знак божественного благоволения. Нет войны, нет голода, поэтому народ умножается чудесным образом. «Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить, слух тебе, тесное место для меня. Уступи мне, чтобы я мог жить». Казалось бы, перенаселение сегодня не считается каким-то благом для человечества. А вот в древние библейские времена, когда земля населена, когда нет пустых, необрабатываемых участков земли, сады, кругом цветут огороды, поля колосятся. Это благоволение Божие. Конечно же, Господь, дающий свое благоволение, благодать свою, Он и заботится о своем народе, и прокормит его. И тесно не будет. Хватит места всем и отцам, и детям. «И ты скажешь в сердце твое, кто мне родил их? Я была без...» Вот теперь уже образ, вновь женский образ здесь. Персонифицируется Израиль в образе женщины, которая была бездетна и бесплодна, отведена в плен, удалена. Кто же возвратил их? Вот я оставалась одинокою. Где же они были? Здесь одинокий, оставшийся без детей вдовы образ. Не невесты уже, а вдовы. Женские образы, женские метафоры в применении к предложению к израильскому народу так часто у пророков. Так говорит Господь Бог, вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя моё племенам и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. Народы выпроводят, отдадут изгнанников израильского народа, сами на своих плечах понесут, на воздушных судах, на морских, на ракетах межпланетных, может быть, чтобы собрать израильский народ, рассеянный когда-то божественной волей. Он собирается, и Господь повелевает всем народам вернуть эти народы охотно, возвращают сыновей и дочерей израильского народа на своих собственных руках и плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормильцами твоими, кормилицами. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Вот здесь контраст, да? Сначала Израиль был рабом. В песне «Раба Господня» в первых стихах 49 главы говорилось, что был рабом, и властелины господствовали, 7 стих, поносимый всем был, презираемый всеми народами. Теперь происходит обратное. Происходит нечто противоположное. Израиль господствует, а все народы покорены. Все народы кланяются. Вот такое происходит возмездие. За все страдания будет возмещено. И те, кто преследовал и угнетал, сами будут теперь в положении угнетенных. несколько такие странные образы для читателей неевреев. Но у пророков есть такие образы в их поэзии. И их надо как-то интерпретировать. Может ли быть отняты у сильного добыча и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Этот вопрос вопросительный знак здесь задается от лица тех израильтян, тех иудеев, которые находясь в вавилонском плену сомневались в скором освобождении из этого плена. В скором вызволении из него. Но сомневаться они не должны были, потому что дальше читаем да, 25 стих, да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих я спасу. Господь Спаситель вызволяет сыновей народа своего из плена, а тиран сильные, вот, они не могут противостоять божественному действию, вот этому действию избавительному, действию освободительному, и израильтяне не должны сомневаться в избавлении, не должны пугаться силы их поработителей, их угнетателей, потому что Господь их сильнее, чем все поработители и угнетатели на земле. Читая вот эти вот слова, эти строки, черное население Америки тоже, наверное, испытывала надежду в века рабства в 17-18-19 веках, когда они были рабами, которых похищали на африканском континенте, насильно увозили, продавали на невольничьих рынках для того, чтобы они и их потомки работали на плантациях у белых поработителей. Они были христиане, вроде бы, но были поработителями других христиан, африканцев. И вот, наверное, африканцы читали эти строки Исаии в своих молитвенных домах, храмах и тоже мечтали об этом избавлении. И тоже, может быть, думали, что наступит возмездие. И в то, что сегодня происходит, многое происходит, как бы, возмездие. Вместо белого расизма возникает черный расизм. И это не случайно. За все грехи, в том числе за наши христианские грехи и по отношению к другим порабощенным, колонизируемым народам приходится рано или поздно расплачиваться, когда в виде возмездия приходит вот этот черный расизм, который сегодня так актуален и который мы читаем в сегодняшних газетах, который процветает не только уже в Северной Америке, но и в Южноафриканской республике, например, и в других местах. Новое совершенно для нашего времени явление, явление черного расизма. Вот такое я сделаю небольшое отступление для актуализации пророчеств, содержащихся в 49 главе. В 49 главе Библия, она всегда актуальна, всегда актуальна речи пророков, и рассматривать происходящее сегодня событие сквозь призму древних пророчеств важно для того, чтобы понять суть этих событий, их смысл, их значение. О том, что просто какие-то события происходят, ну, происходят. Об этом нам сообщает радио, интернет, газеты. А вот о смысле происходящих событий нам могут сообщить только пророки, только Священное Писание, Ветхого и Нового Завета сообщает нам о смысле происходящих с нами, с нашим поколением событий. В этом смысле книга Исаии, как и книги других пророков, они куда свежее утренних газет, которые мы покупаем в киоске, и утренней радиопередачи «Доброе утро, Россия». Да, так говорит Господь, и пленные, плененные сильным, будут отняты, и так далее. 25 стих. «И притеснители Твоих накормлю собственной их плотью, и они будут упоены кровью Своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель Твой и Искупитель Твой, сильный Иаковлев». Отмщение будет народом-поработителем, народом-угнетателем, хотя и угнетение, и порабощение было не без воли Господней, без Его воли ничего не происходит под солнцем, но за их немилосердие, за жестокость по отношению к угнетенным, к плененным, они получат свое возмездие. И жестокое возмездие их ждет, как здесь сказано в заключительном стихе 49 главы, и тогда они узнают, когда наступит это возмездие, кто Господь Бог Израиля и какова у Него сила, когда у тиранов и у правителей этого мира возлюбленные сыновья Господни будут вновь отняты, извлечены, освобождены, и Он будет их спасителем и искупителем. Тот, кто спасает из плена и тот, кто выкупает на свободу раба. Он действительно сильный. Сильный не политики, не правители этого мира, а сильный Господь Бог, Бог Яковлев, как здесь сказано в заключительных стихах. 49 главы И его сила она простирается на все народы земли. Запись сделана для библейского портала Экзегет. 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 Продолжение следует...